Поехали! А теперь давайте я вам дам такую небольшую теорию, чуть-чуть, а вы ее рассмотрите, и подумайте, насколько она применима здесь. У нас часто говорят про серых, про белых, про буромалиновых, фиолетовых, крапинговых, как угодно. Понятно, что путешествовать в космос вот с этим телом не очень рационально. Ну, представляете, до звезды Альфа, от Центраура летит, например, несколько световых, десятков, может быть, световых лет, да, к примеру. Четыре с половиной года. Световых. Четыре и три световых. Ну, световых. То есть переводим на наши, умножаем на скорость света по Эйнштейну, дяденьке, да, в общем-то дофига, ребят. Много. В каком состоянии мы туда полетим, и что нас там ждет, никто не знает. Но лететь хочется, ну, космос, да, космос это наше все. Как быть? И вот тут как раз очень интересную нам дают, очень интересную подсказку дают многие наши деятели художественных и телевизионных искусств. Фильм «Аватар» смотрели? Ну, там очень четко проявлено, что оно есть на самом деле. То есть здесь человек засыпает, и там просыпается в новом теле, приспособлено для жизни в этих условиях. Понятно, да, намек? Не сам фильм «Аватар» смотрим, а вот эту маленькую часть, саму идею этого фильма. Что происходит? К примеру, существуют некие миры. Некие миры, побольше нарисуем, даже еще вот так вот с камерами рисуем. Вот существуют некие миры, где в каждом из миров чего-либо не хватает. Ну, где-то не хватает дружеских отношений, где-то не хватает, наоборот, деловых отношений, где-то не хватает любви, где-то не хватает еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Есть маленькая солнечная система, где одна из планеток вращается, она находится на отшибе, в другой галактике, в другой системе, в другой форме жизни, где могут такие веселые ребята воплощаться и водить хороводы. Биороботы, о чем мы говорили в прошлом занятии, приспособлены к жизни на кипсу. Здесь нет биороботов, здесь существа реально смертные, здесь смерти нет. Помните, да, мы что говорили? Костюмчик сбросил и вернулся. А куда вернулся? Куда вернулся? А вот теперь давайте теорию рассмотрим. Значит, есть вот эти вот ребятушки, которые живут в своих мирах, у них своя форма жизни, свои тела, не скафандры, уже реальные тела. Там реальная смерть, если убили, так убили. Все, игрушки закончились. И вот у них не хватает, к примеру, вот здесь вот, вот в этом месте, вот этой системы, не хватает какого-то чего-то. И они говорят, а давайте-ка мы, ну там же умные ребята все, давайте-ка мы в школу пошлем, ну там, грубо говоря, к Васеньку, соберемся ему, а воплощение здесь достаточно проблематичное, сложное. Наше тело создать, надо договориться с тем, что высшее Я, вот это все остальное в этом миру присутствует, да, и которое связано с другими. Надо же все договориться, создать условия, чтобы здесь принять, чтобы здесь все воплотилось, да. Смотрите, какой процесс. Скомпоновать, как-то говорят, ты не от мира сего, да, вот у нас, то есть откуда ты пролетелся, с Марса, там, нет, Семьера, там, любое. И вот надо совершенно с другой галактики свое кого-то послать. И вот они, значит, сбрасываются, условно так, да, по колхозному будем говорить, собрались с всем миром, набрали денег, и говорят, Васенька, значит так, ты полетишь на землю, нет, ты останешься здесь спать, вот мы тебя положим в сон, мы тебе отправляем, там, тело будет создано, все такое, рассказали мы все правила игры, там, Вася соглашается, что делать-то? Говорят, значит так, зайдешь к тете Дуне, возьмешь вот это, там, в жизни, встретишься, там, с тетей Машей, потом с дядей Гришей, это, 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 возьмешь такие-то знания для нас, ну, как с хохоза посылают в город, помните, там, Высоцкий пел, да, вот, на тебе денег, ты, значит, езжай, привезешь, там, дубленку на меху, там, это, что там, еще, еще, там, целый список, вот, целый список ему удается. Согласен? Согласен. Ресурсы потрачены большие, он здесь должен родиться какой-то очередной мессией, каким-то таким, светочем, после того, как он туда слетает. В анабиосу, раз, через определенную систему появляется такая ячейка в этом мире, там, где-то, Высшее Я, грубо говоря, и, пумс, соединение. А, человек родился. Знания закрыли, он приступил к обучению, вошел в эту игру, здесь, на земле, привычной нам, и он играет, при этом обучаясь. Самое лучшее обучение, это Выгаря, всем известно, да, и вот он играет. Ну, вот, задача у него была, там, простая, грубо говоря, там, любви, счастья, и как тут лучше чего-то. Вот так случилось, что рядом с ним, во время его жития, вдруг появляются какие-то интересные ребята. И они начинают с ним, они же знают, откуда он пришел, они начинают с ним контактировать. У него память закрыта, у них память не закрыта, да? Они знают, кто они, для чего они, что делать. А даже если была закрыта по условиям игры, обязательно находится какое-то или учение, или кто-то пришел, тот, кому передавалось это все, или кто-то там через медитацию, из своего какого-то мира. И у них есть программа, как с ним работать. Они говорят, Васенька, что ты сюда приехал? Я приехал учиться, там, там, тут, там, как здорово, отлично, а мы тоже учимся. И так, Вась, Вась, там все такое, все хорошо. Говорит, сессию сдал, сдал, пойдем отметим. Ну, что ж не отметить. Пошли в ресторан, за его деньги погуляли, у него денег не хватило, они ему в долг дали. Закончилась какая-то бриллиантовая рука, зеркало разбили. Значит, это кто виноват? Они входят в сторону, а он бил. Ну, они же на самом деле не били, они стояли в стороне. То, что они там его подливали, всякого зелья, этого никого не интересует. Кто бил, тот виноват. Милиция его забирает, а он говорит, а у него нет ничего, я бедный студент, я все деньги потратил. Кому обращение идет? К родственникам, да, если по земному, в деревню обращаемся. Ребят, тут Ваш набуянил. Давайте, отчитывайтесь деньги на бочку. Говорит, а мы все ему отдали, у нас ничего нет. Мало того, что он товар не привез, он с бабой Груни не встретился, он там с дядей Петей не встретился, ничего не сделал. Так он еще на буянил, он еще возмещать надо. Ну, если по жизни, то там 15 суток он сидит, в деревне вопрос решает. В деревне что идут, как дело, даже возмещают, берут в банк кредит, отдают, а потом банку вся деревня должна. Ну, условно. А тут-то как происходит? Тут биоробот отключается, он раз и просыпается. Там прошло мгновение. Он только закрыл глаза, грубо говоря, или ночка прошла. А здесь вся жизнь прокатилась. Ну, времена другие там, да? Время другое, пространства другие, измерения другие. Он раз и просыпается. А на нем такие стоят, надо его брать. На чё? На чё ты там натворил? О! А память-то открылась сразу, там же все понятно. И он, ребята, что делать? А что делать? Где деньги-то взять, чтобы возместить? Мы же должны его в классе-то порядок навести за свой счет. Мы тебе давали. Ты деньги все это из-за расслуга непонятно куда. Какой банк в межгалактическом пространстве, кто мне скажет? Кому принадлежит? И тут появляются ребята серые. С такими большими чемоданами. Открывают. Ребята, у нас все ресурсы есть. Мы готовы за Васеньку возместить. Всей ваша система рассчитается. Иначе, по условиям, если здесь ты что-то накатавасил, если здесь что-то наделал, ты за свой счет, у тебя нет ресурсов, разбирается твоя система. Реально разбирается. Там смерть есть. Там уничтожение есть. Разбирается и возмещается здесь. Вся или кусочек. А там смерть реальная, там уже не хочется умирать никому. И поэтому у тебя выбор. Или мы отчекрыживаем, и сюда все это возмещаем, здесь там восстанавливаем, все, что нужно. либо мы за тебя платим своими ресурсами, либо мы за тебя платим своими ресурсами и выставляем те условия, что ты должен делать. Большинство систем идут на второй вариант. Они принимают эти чемоданчики. Вернее, даже не принимают. Они просто показали, за них оплатили, здесь восстанавливают. А дальше система, например, на 3 миллиарда лет, по ихнему времени, условно, попадает в подчинение вот тем товарищам. И начинается там военный коммунизм. В его самом худшем проявлении. То есть, жесткая диктатура, жесткое управление, хочешь, не хочешь, обязан делать. Начальнику живется проще, он меньше делает, поэтому все вырезают начальники, поэтому стукачество по полной программе. Не дай бог начальник не то, что ты сделал. На него бабах, его убирает на его место, ты встал, и теперь смотришь, чтобы принцел курятник. Вот такая вот интересная ситуация. Сейчас огромное количество систем, уже подчиняются не своим каким-то устоям, не то, что называется условно белыми, а огромное количество систем входит в серое. В серое пространство подчинения. И вот сейчас наша задача, представители, которые находятся здесь, выйти из этой ситуации. Не просто здесь научиться чему-то, а выйти из этой ситуации. Каким образом? Страшно? Все готовы, да? Вот для этого вы на земле здесь и находитесь. На данный момент. Вот для этого здесь на земле и проходите обучение. Как выйти? Познавать правила жизни этой земле. А где эти правила заложены? Для каждого народа существуют и для серых в частности, и для белых в частности, и для каких-то там еще тоже в частности. Есть свои учителя, и они отвечают тому принципу жизни, который в их системе необходим. Проявление. Возможны перекрестия, возможно соединения, объединения. Ну, как в жизни все. Подружился с этим, подружился с этим, с этим там, ну, не сложилось, там игрушку не поделили, да? Все то же самое. Принцип тот же самый. Но, поэтому здесь, на этой земле, в школе, были всегда разные классы. не только для мальчиков, для девочек, но и по уровню понимания, по необходимости этого понимания и так далее. Поэтому, когда говорят, что, например, там белые какие-то там ненавистники кого-то, это неправда. Всегда белые люди помогали другим развиваться, но при этом никогда не старались смешаться. То есть мы всегда уважали проявление других систем здесь, всегда давали возможность им здесь развиваться, но с их условиями. И никогда не стремились смешаться, потому что тем самым мы и им мешаем развиться, и себе мешаем развиться. То есть не было вот этой, там, ксенофобии какой-то или чего-то там еще. Не было. Всегда жили в мире. Всегда принимали всех и жили в мире. Спасали там и так далее. Потому что понимали, ценность всех этих систем в том, что они каждый уникален и с ними можно необходимо дружить на том уровне, насколько это возможно. Вот так случилось, что вот эти ребята, они поняли, как делать. И то, что проявлено здесь, то и проявлено во всех мирах, во всех вселенных. Единственный способ на сегодня, это каждому познавать, как жили предки. Другого нет варианта. Как жили предки, и пытаться жить так. Другого варианта. Поэтому мы и говорим про родовую нить. Поэтому мы и говорим про то, что нельзя с какими-то другими национальностями входить в конфронтацию. Это не нужно. Тем самым мы усугубляем ту ситуацию, которая здесь есть. Ведь война, это траты очень серьезные, большие. Их кто-то должен будет возместить. Кто их будет возмещать? Вас тянули в войнушку. Темы не хватило, чтобы войнушки избежать. Чтобы наладить отношения, контакты. А этим ребятам войнушка нужна. Они сами не воюют. Вы воюете. Нашими руками они воюют. Нашими руками происходит разрушение. А потом с нас же берутся расписки о том, что мы им что-то должны. Уже на тех планах. Понятно? Вопросы есть? Есть. Давай. Очень сильно гложет вопрос. Если наши предки жили правильно, и мы должны изучать это наследие, почему случилась вся вот эта деградация, вся эта война? То есть в чем-то они накосячивают? За что-то они расплачиваются? За что? Вопрос на самом деле очень часто встречающийся. Резонно. Да. Есть такой... Начну с анекдота. Идет по грузинскому рынку мужик из Москвы приехал. Выбирает себе рыбу. Что за рыба? Селедка. Свежая? Да. Вот буквально только что перед вами было ли доставили. А что она не двигается? Спит? А что запах такой-то странный? Слушай, дорогой, ты когда спишь, себя контролируешь? Вот анекдот, конечно, анекдот, но в каждом анекдоте есть только доля анекдотов. В каждой шутке есть доля шутки. Все и в этом мире, и в других мирах оно по принципу подобия строится. Что проявлено в одном мире, обязательно проявлено в другом. Так или иначе. Поэтому, если мы маленькие дети, и мы сейчас видим на улице снежок и солнышко, мы можем заявить, что всегда будет снежок и солнышко. Всегда будет такая прекрасная погода. Если же мы взрослые дети, мы говорим, что нет. Все-таки я встречал, что и дождик бывает, и зелень на листике, там листики зеленые на дереве бывают, и травка. А вот это говорит, нет, и дождик бывает, и не только зелень, и так далее. То есть вариантов много. Если же это взрослые дяди и тети, они говорят, жизнь вообще такая штука, что цикличность происходит. Так вот, если мы говорим о том, что в нашем мире есть цикличность, точно такая же цикличность, проявленная в других мирах. Она может быть со своими какими-то оттенками, со своими устоями, со временными растяжениями, иными, там другие измерения, другие миры. Но так или иначе, все наши системы, а так или иначе, они все наши системы, потому что эти связи, они помимо вот этого вокруг земного, они еще существуют общие вселенские. Они все существуют по одному и тому же принципу. Движение. Движение подразумевает изменения. И как только устаканивается что-то без движения, это означает, что пора переходить в другое состояние. Game over. Игра заканчивается. Любое движение подразумевает, ну как, представьте, стакан, размешиваете, да, и там идет движение. То, там, чаинка здесь оказалась, потом она здесь, потом сюда ушла, потом сюда, потом сюда, сюда и передвигается. В зависимости от потока. То же самое здесь. То же самое написано в каких-то древних писаниях, что были времена, когда три солнца были видны, были времена, когда несколько лун было, были времена, когда кто-то приходил сюда, были времена, когда кто-то уходил отсюда. Изменения постоянно происходили. Также принимайте внимание, участие вот этих ребят. Они же не просто так, они очень разумные. Если мы говорим про биокомпьютеры, то вот эти ребята, как раз и есть, и самая вычислительная машина, биокомпьютер, которая решает все. Плохо ли это или хорошо? Нет. Ни плохо, ни хорошо. Вот это все серое пространство, оно упорядочено. Оно очень хорошо упорядочено. И вполне возможно, что там происходили такие же изменения, как вот здесь, в школе происходили, на разных этапах развития. И там потребовалось упорядоченное что-то. Пройдет там триллион лет, или миллиард, или сто лет в их измерении. Они будут из этой системы. И они обновленными, с упорядоченной системой, будут даны им новые знания, и они встанут, то, что называется, на путь истинный. Белые опять войдут. То есть какой там карантин будет, какое-то время, когда будут знания восстанавливаться. Но система упорядоченная там сохранится. Кому же в этой анархии не будет. То есть, возможно, там была допущена анархия. То же самое здесь на Земле. Возможно, что, опять же, я употребляю специально слово возможно. Возможно, здесь на Земле происходили определенные изменения, которые были связаны с галактическими землями. То есть, светило солнышко, было все хорошо, замечательно. Все очевидно все увидели. Но вдруг, по каким-то причинам, солнышко стало меньше, зелени стало меньше, травка стала желтеть. И поэтому такое вот состояние полусна, получего-то еще, полудрема наступило. В этот момент необходимы были те ребята, которые занялись полупорядочным. Потому что вот эти полусонные, сонамбулические тела, необходимо было, как биокомпьютер, помните, я показывал пример, куда-то направлять. Естественно, что они работают в том же самом великом замысле всего того, что называется там Всебогом в этом пространстве, Всебогом того пространства, или Рамка, как он это называет, или Абсолютом. В каждой системе это проявлено свое. Но есть и общее. И в этом случае, для того, чтобы не допустить разрушения, потому что робот, конечно, может двигаться бесконечно куда-то, но когда он убрется в стенку, будет продолжать дальше двигаться. Бывает всякое, обрушилось что-то, а программа идет туда. Необходимы были какие-то временные управители. Временные управители, хорошо это или плохо. В нашем сейчас понимании мы видим, что уже плохо, потому что мы переросли. Мы уже поняли, что вот наступает что-то новое, и мы видим, что необходимо по-новому нажить. Мы берем уже, пытаемся взять управление в свои руки, научиться двигаться, научиться управлять своими телами. Подготавливаемся клацдарм для того, чтобы на этой земле условно еще раз воплотиться. Помните, я говорил, что если человек думает, что он только один раз живет здесь, то в этом случае он живет по принципу «после меня хоть поток, хоть трава не расти». Если он понимает, что он создает благо для своих родов, которые воплотятся потом, и начинают воплотяться сейчас, он им помогает, то в этом случае абсолютно не исключено, то, что он будет воплощен следующим какой-то внуком или правнуком, и он будет на своей шкурке испытывать весь тот негатив, который заложил здесь, в будущем этой земле. И поэтому вот этот принцип «после меня хоть поток, хоть трава не расти» в нашем ведическом представлении и у любого здоровья человека он неприемлем. Мы всегда думаем о будущем с точки зрения хорошего, позитива. Поэтому, отвечая на этот вопрос, уточняю. Наступило время, когда необходимо было пройти этап темного времени. Это какие-то внешние факторы были, да? Изменение энергии, изменение состояния человека, восприятия. Ну, так звезды сложились, условно. И естественно, что по договоренности это все было передано в управление, временное управление серых. Сейчас время прошло. Хотите вы это или не хотите. Все больше и больше людей вдруг ни с того ни с сего начинают просыпаться. Кто говорит, это интернет виноват. Но интернет, прошу прощения, был создан тоже серыми. Ну, может быть, кто-то из белых его изначально создавал, но развитие-то его было на коммерческой основе. Он же ради бизнеса был. Так вот расцвел, да? Телевидение. Тоже ради бизнеса. Кино, индустрия, книга, печатание, все. Только ради бизнеса. Им дали возможность подготовить плацдам для нас. Понимаете, как интересно? Они, не нарушая своих вот этих устоев, подготовили для нас необходимое для того, чтобы нам можно было этим пользоваться и идти дальше развиваться. И вот тут как раз, опять возвращаясь к родовой нити, о чем мы говорили, необходимо постоянно помнить. Если человек не хочет сбиться с пути, ему необходимо несколько предметов, которые помогут. Знание, куда он идет, понимание, компас, желательно еще и карта. Компас, путеводная нить, это родовой канал. Карта, это наследие предков, где указаны все мили, мили, указаны все какие-то там рвы, овраги, куда можно угодить, дороги проложенные. Ну, остальное, это наша генетика. Естественно, что наша генетика сейчас сразу предвидится. Она сейчас на сегодняшний момент уже перемешана во многом. Но, так или иначе, так или иначе, есть такое понятие, что возобладает, то и будет развиваться. Естественный отбор, его никто, кстати, Дарвина я не опровергаю, он присутствует, но не в том виде, как его преподают. Об этом тоже можно отдельно поговорить. Естественный отбор присутствует как вне человека, так и внутри человека. Если преобладает, например, желтое что-то, то в его детях может больше отражаться желтого направления. Если больше, например, от черного, будет от черного. Больше от белого, будет от белого. Даже если у вас намешаны два-три виды кровей, но в следующих поколениях будет это проявляться. Я наблюдал за разными людьми, которые говорят, тюркские корни, китайские корни, которые живут в России, через два-три поколения я наблюдал, что становятся они не то, чтобы обрусевшими, они становятся реально русскими людьми, которые и мыслят по-русски, и думают по-русски, и внешность у них становится русская. Да, какие-то там элементы, где-то может ушко, где-то может глазик, где-то может носик, еще как-то можно угадать. Но второе, третье поколение, если человек выбрал вот это направление, второе или третье поколение, они начинают уже реально неняться. Потому что папа с мамой так решили. И потому что дети уже призваны, души, если можно так говорить, они не могут существовать в тех телах, которые генетически не подходят. Поэтому преобладание вот этого будет больше, чем то, что было в папе или в маме. Понятно, да? То есть исправима ситуация. И опять же, по одному из писаний и учений где-то нужно 16 воплощений, 16 родов, 16 поколений, чтобы полностью вернулось то или иное. Хочешь черное, пожалуйста, черное, там даже поменьше надо. Хочешь желтое, пожалуйста, желтое, но тоже поменьше. Хочешь белое направление, 16, и все будет хорошо. Там не останется следа вообще. Вот так мудро, на мой взгляд, устроена вся наша система. Все мы работаем в одной коне, все трудимся в одном направлении. То, что преобладание серых это временное. Но поскольку мы учитываем, что наши души бессмертны, во всяком случае здесь. Это дает нам шанс то, что вероятность исправления ситуации здесь и через это исправление ситуации здесь, а там есть способы выхода отсюда. Я к тому, наверное, по этому и вопросу. То есть, касаемо аватара, если я некий аватар, который воплотился на этой земле для подхождения каких-то уроков, набора опыта, исправления ситуации, я же могу, то есть, я воплотился вот с той системой, которая под воздействием серых. Ну, по примеру, да. Может такое? Да. И моя задача здесь набраться некого опыта, и по возвращению туда я исправляю ситуацию там. Да. Смотрите, давайте приведем пример, например, разрушения Хазарии. Вот многие говорят, Святослав, великий воин наш, да, вот он победил Хазар. Я нисколько это не отвергаю. Великий на самом деле воин, и, возможно, жреческие у него были основы, и даже, скорее всего, они были, и, возможно, вокруг него были великие жрецы, которые ему помогали рассказывать, и так далее. Он возраст очень молодой, а здесь, что жреческое, оно все-таки началось чуть постарше. Но воин-жрец, в принципе, не исключают того. И те люди, которые за его спиной стояли, они прекрасно помогали ему разобраться с ситуацией, и он делал. Но самое интересное, что мы видим в описаниях, серьезных столкновений с Хазарами не происходило на его пути. Да, Хазария на тот момент обращала внимание более южнее, и западнее, там, восточнее, воевала там, да, это понятно, что войска были оттянуты. Но все равно, почему народ-то не восстал против Святослава? И вот тут кто-то какое-то было высказание такое, и сейчас вот точно не процитирую, что на востоке и на западе не важно украинец ты, белорус или русский, тебя все равно будут называть русским. Не важно татарин ты, калмык, но если из России тебя тоже называют русским. То есть приезжаешь на фильм Данели, помните, в лифте поднимаются армянин и грузин, арестуют китайцы. Какие все русские одинаковые. То же самое, как для нас, например, многих нетрудно где корец, где японец, где китаец, да, то же самое для них. Какие все русские одинаковые стоят грузин, армянин. Русские люди. То есть потому что они были в СССР, а СССР назвался русским. Вот то же самое было с Хазарией. Хазария она включала в себя огромное количество племен, и в том числе и русов, которых сейчас принято называть славянами. Разные города там были. И потому никакого сопротивления Святославу русичи не оказывали. Мало того, они становились на его стороне, потому что увидели, что наконец пришел тот, кто объединяет землю. И когда они уже подошли к столице, то там просто ребята вышли, сказали, извините, и подвинулись, и убежали. И убежали туда, откуда они потом стали проводить новые экспансии на Русь. И откуда все это, собравшись силами, они все успешно сделали. Вот. Поэтому здесь руководство может быть серым. Но сами сущности, сами тела и те, кто их населяет, они как были, так и остаются. Они подстроились под условиями. Они вынуждены вот эту пирамидку залезать в управление. Они вынуждены упорядочивать все. Но они остались теми, кем они были. И в том случае, если вдруг приходит тот, который несет им благую весть, условно, привычное название, мудрость какую-то, и говорит, какой-то из этой ситуации, а вот эти, например, оставшиеся, понимают, что здесь ситуация созрела для исправления. и они просто-напросто соединяются на совете с этими ребятами, представителями серых, да, и говорят, ну, сколько вы там денег-то потратили? Вот столько-столько, плюс процент. Отлично. Закрываем. И переход производится здесь. И эта система через какое-то переходное время переходит опять в состав светлых. если видишь, что условия созрели. Порядок устроен, серый порядок устроили, там все выстроено, там через страх они прошли, стадию страха тоже надо пройти, уже надо переболеть, горчичник поставлен, приходят новые люди и начинают потихоньку выводить из состояния такого вот уже. Ну, порядок остается, а смысл другой заплатится. То есть матрица порядкового есть, но новый смысл. И система выходит. А на Земле присутствует латар, как серый область, так сказать, так и стой. Из серых областей присутствует. В том числе и то, что называется смироидный, желтый, красный. Все выполняют своё. Каждый должен учиться в своём классе. Это не хорошо, не плохо. Просто так сделано. Это правильно. Ну, представляете, в китайскую школу ходили бы русские, а китайцы ходили бы в русскую школу. Ну, здорово, для обмена опыта, может быть, так и надо. Но только одна школа на весь Китай и одна школа на русскую. К примеру, готовят там хороших специалистов-переводчиков. Но если мы это вводим в практику повсеместно, то в этом случае тогда где русские, где китайцы будут и что там будет происходить. Поэтому, на мой взгляд, всё-таки, если, опять же, мы отталкиваемся от божественного, если Бог, опять же, или Бог, кому как нравится, абсолют, и так далее, создал разные, то, что сейчас называется расами, но неужели я буду против Богов что-то иметь, чтобы их смешивать, например, или говорить кто-то хуже, кто-то лучше. Они должны существовать, но вы существуете здесь, развивайтесь так, как надо, вы существуете здесь, мы существуем здесь. Мы не смешиваемся, мы не нарушаем божественного замысла, мы контактируем, мы любим друг друга, всё замечательно. Мы друзья, так надо жить по-дружески, но при этом мы не нарушаем божественного замысла, мы не устраиваем вот этот вот винегрет и непонятно для чего. При этом никто не хуже, никто не лучше. Вот это самое главное, понимаете. Но нету худшей или лучшей расы, потому что каждый для чего-то здесь нужен, каждый для чего-то есть. Даже комар для чего-то здесь есть, даже пиявка для чего-то здесь есть, она необходима. Коровы, слоны, они так же, что, они хуже пиявки или лучше пиявки? А кто-то доставал пиявку с какой-то целью? Пиявку надо, может, лечить. Вот непонятна причина вот этой задумки, зачем с такими огромными возможностями делать этого аватара на этой земле, где всё ограничено? Возвращаюсь. Каждая система в чём-то, но несовершенна. Если бы они были совершенны, их бы уже не было. Совершенность наступает в момент смерти. В данном случае по божеству. Всё, всё остановилось, всё пришло, всё совершено, всё, всё, всё достигли. Этот гейм овер. Убираем необходимый. И переходим в следующий. Та-да-да-да-да-да! В таком случае серые должны были быть придуманы высшим разумом космическим, галактическим? Именно так. Серые являются одновременно и осенизаторами, и учителями, и исполнителями. Поэтому отвергать серые, говорить, что это плохо, вот так дуально походить хорошо, плохо, невозможно, это неправильно еще раз говорю даже комар для чего-то на земле нужен а что же говорить о людях, которые здесь столько лет уже существуют и хорошо свою работу выполняют я предлагаю всем перестать плакаться ну представляете например, сидит хозяин, условно на которого там 10 или 100 гектар записано и плачется о том, что он эту землю не может обрабатывать ну какой это хозяин? на бумаге? да вот пример сейчас тоже самое происходит мы почему-то все сидим и плачемся нас угнетают, нас это... а вы тогда кто? почему вы тогда не стали хозяином своей земли? почему вы тогда не объединились? если вы хозяева почему тогда вы не властвуете, если вы хозяева и вот тогда вот это знаменитое библейское сказание любая власть от Бога, она как раз для вас, она действует вы же хотите, чтобы это было? вы хотите, чтобы это происходило? вы достойны этой власти? вы ее получаете? чего-то дорыпаетесь? если считаете, что они достойны? участвуйте но без революции участвуйте через самопонимание определение и тогда все будет меняться изменить сам, изменится мир вот наш подход нереволюционный сабли вытаскивались только тогда, когда необходимо было рубить порубить, когда враг явно пришел если же действует неявным путем то в этом случае должны быть другие подходы здесь сабли уже не действует недостаточно разгромить, как многие сейчас делают ларек пришли, пивной ларек разгромили ну и что? нашли, кто разгромил, посадили и поставили новый ларек что улучшилось? семьи остались без детей без кормильца, без кого-то еще на вас теперь клеймо уголовник а ларек, как был, так он и остался прошли, сделали диверсию на заводе о-о-о то же самое, только в более глобальных масштабах зачем? смысл какой? ну неужели такие примитивные, что этого не видят? стай хозяин на своей земле настоящий, не на бумажке, а настоящий и все изменится хозяин мыслит по-другому он не допускает того, что сейчас есть и по отношению к себе и по отношению к своей земле и по отношению даже к властям он же может разобраться это власть как? он допер туда каким образом? за деньги купил? или все-таки он народ, да, хочет поднять и родину хочет поднять? у нас все-таки начинают гулять власть плохая власть несовершенна тем более в том смысле, в той системе, которая сейчас есть естественно, несовершенна насколько я знаю людей во власти, которые туда пришли только потому, что у них есть деньги он пришел для того, чтобы продолжать свой бизнес но я знаю людей, которые пришли для того, чтобы изменять этот мир в лучшую сторону поэтому давайте перестанем плакаться плакать это удел маленьких глупеньких, не понимающих, что происходит пора из глупеньких становиться человеком и вот тут как раз родовая нить, о которой мы говорили очень важна надейся на Бога не забывай Бога помни, кто ты такой будешь получать подсказки но при этом делай что-то, как я говорил руками, власть чинли конечно, своими руками что замолкать? много вопросов возникает ну, что ты? если у нас на Земле существуют роды а в космосе тогда, откуда мы пришли и там тоже существуют там целое направление, которое выстроено по родам по своему вот оттуда ты приходишь да, понятно то есть мои родственники отсюда уходят туда они мне там родственники не забывай ну, мы так и иначе все родственники не забывай, что таких школ несколько и даже не один десяток как у нас здесь представлена школа детский сад, школа со своими классами училище сейчас колледж, потом институт потом аспирантура потом еще чего-то то же самое представлено все там принцип подобия одинаковый и все это вкладывалось сюда принцип развития тоже вкладывалось сюда поэтому кроме этой Земли где-то есть еще другие Земли с другими возможностями, другими измерениями другие скафандры аватарчик, который прошел успешный путь он набирает бонусы и он переходит в другое обучение с похожей системой, но по-другому устроенной с другими условиями и поэтому никогда нет ада и рая вот поэтому рай и ад бесконечное пребывание в чем-либо или в мучениях, или в бестолковом пребывании в районе возможных знаний набраться в аду тоже знаний там ощущения, эмоции да? по этой точке зрения разумного человека вот такое примитивное примитивное такое устройство край или ад вот как нам это все преподавали раньше да? оно невозможно ну и нерационально для Бога это вы представляете? зачем Богу нужны те, которые постоянно находятся в халяве, которые постоянно горят а использовать их как, чего, для чего ведь это создание души это очень дорого для Бога это же творчество и творчество долгое каждая душа представляете, эти души заточить во что-то поэтому я предполагаю что те, которые создали систему рая и яда они что-то просто не договорились что-то убрали есть так называемое чистилище переходной стадии когда необходимо смыть с себя что-то и перейти кому-то много смыть кому-то мало смыть кто-то был в потоке, например, горном ну что там смывать да, там потерли его, хорошо ух ты мой хороший, иди дальше а кто-то в канализационном потоке был ну там, извините баня по полной программе больше похоже на отмазку чистилище больше похоже на отмазку нет тебя почистили отправляют или туда, обратно сюда или туда или вообще вот сюда для разбора поэтому говорят несколько судов существует суд родичей и так далее родичей по этому миру и по этому миру могут быть это уже божественный уровень там уже побольше знают а там есть еще третий который вот над этими населем последний самый, третий уровень который говорит сюда, сюда и туда какая отмазка все раздвигается дальше ты идешь просто по саморазвитию ну что, если ты, ну, что-то нарушил через чистилище почистил а ты хороший нет, я же сказал, что чистка разная бывает я могу отсюда вернуть обратно и колхоз тебя спросит колхоз ты спросит так вот поэтому с точки зрения рая и иллиада вот это не может быть в нашем представлении по многим причинам по многим причинам еще вопрос возникает а как же свобода воли, выбора? конечно ты имеешь право и витрину разбить и набить консьержке там лицо вот или можешь эту витрину помочь вставить нет, я просто, что меня в школу отправляют осознанно так ты же, колхоз собрался агронома получить нового или свиновода нового получить тебя на ДВНХ поставят понял, как свинарка и постой фильм прекрасный, показывает один из гор приехал а эта приехала из какой-то северной деревни, которая там ни разу не произносится имя ну, замечательный же фильм вся правда рассказана о нашем бытие о нашем существовании понимаете? вот поэтому здесь все очень просто и все очень понятно тебя колхоз направляет на ВДНХ ты сначала посмотрел опыт перенял а потом видят а ты передовик а давай-ка ты у нас всем свиноводческим коколисом будешь завезать а давай и научение тебя ба-бах то есть отсюда ты перешел в следующее а если там свинят поморозил то извинит возвращаешься сюда а если там, например, по чьей-то вине ну, частично надо пройти все равно что-то у нас сбросить даже информацию лишний груз с этим невозможно так вот что происходит у нас первый класс мы прошли и все хотят я хочу во второй класс да, вот сюда вот естественно, что нормальное развитие это не оставаться на второй-третий год а передвигаться дальше но по определенным причинам ну, так сейчас сложилось в наше время что в первом а до этого еще больше было да, когда в первом классе по несколько раз было вот, поэтому что там происходит человек же умирает здесь, условно, да скафанд разбросил ну, не сюда он сразу где-то вот в этом месте там, да он встречается и начинает там разборки некий экзамен проводится слово такое экзамен очень хорошее тест опрос еще можно русское слово какое-то подобрать и он начинает спрашивать ну, естественно, смотрит что он там делал готов ты перейти в второй класс или не готов и естественно, если бы хотя бы по какой-то причине во второй класс человек не готов перейти его туда никто не пустит мало того, он сам не захочет идти а если вдруг он несколько завшивил но знаний хватает для уровня второго класса то в этом случае тогда его в баньку отправят попарят дезинфекцию проведут как это было с беспризорниками в свое время или с солдатами которые долго до передовой были и во второй класс отправят или может почистить скажут тебе знаешь чего тебе необходимо чуток вот набрать чуток ты вот тут не дотянул тут рычажок не подтянул давай-ка мы тебе не реинкарнацию сделаем а инкарнацию подселим тебя там есть такой балбес он там шатается специально заготовленный такая модель для сборки то что называется мы тебя туда внедрим лет пять не больше а может быть и меньше ты должен сделать вот это вот это понял все чпок опять аватарь заснул ты там раз и этот человек вдруг рюк подносил что эта гадость пьет зачем нам не нужна ребят мы не так живем и пошел устраиваться на работу с помойки вылез погладился женщину себе нашел женщина радостная такая потом пять лет счастья потом раз он выходит а че это я не пью то да но за этот момент например дети народились там и так далее ну тоже это хорошо ну к примеру я словно а вдруг у него там мозги уже правильно пошли и он уже за рюмком не потянется даже если вышла вышла эта душа та опроснулась а ведь смотрите та душа находилась инкарнация когда душа она прижимается да вторая властвует ну телом этим властвует не ей а телом и эта душа и любовь и слабый дух и любовь и слабая душа они учатся нарабатывают то есть для этого тоже хорошо для бывшего алкаша пять лет проходит этот развивается этот поглощает информацию тоже он делится по закону информация должен делиться если не делишься это все каюк не развиваешься и ты делаешь добро этому добро окружающим людям и потом как учитель в этом теле ты заканчиваешь свою миссию куда уходишь тебе говорят о молодец второй класс иди все даже без чистки все сделал а это хоп ну наконец-то я развернусь жена говорит у тебя что-то другое в глазах появилось какой-то азарт появился еще что-то а он пить не хочет он применяет ту свою энергию вот эту болговскую раннюю он применяет уже в какое-то созидательное созидательное направление ну хорошо конечно хорошо потому что опыт он взял уже светлый его уже биоробот заточен на эту программу он за пять лет его уже надрессировал это животное не говорить вот это не делать вот это не делать вот это делать вот так хорошо биороботу хорошо душе которая у него развивается хорошо жене отлично замечательно общество вообще класс а потом смотришь и он в человек превратился вопрос тогда по серым всегда ли серые должны оставаться серыми если они стали белыми для них это плохо жили у бабушки два веселых один серый другой белый ну пусть-то были веселые не исполнение значит смотри иногда необходимо быть хорошим мерзавцем чтобы стать хорошим человеком потом поэтому даже ну прочитайте рассказы никто никто не ограничен своем развитии но бывает так что эту миссию мерзавца нужно отыграть как актер приходит в театр человек по жизни замечательный вот такую дрянь играю прям у меня был знакомый один он ходил в театр постоянно и у него было много знакомых потом говорит я с одним своим другом сначала даже поссорился мы с ним дружили все в жизни а потом он меня пригласил на спектакль на премьеру я вышел он настолько хорошо играл мерзавца я к нему вверх пошел неужели такой подлец ну чего говорит а я не готов был наброситься с ним поругаться он прекрасно отыграл свою роль давайте можно вопрос какое нечто может быть я один не понимаю или мы или ласты жмут в этой теории идет воплощение души в нашем мире закрытой памяти при этом у двух других человечков которые его там это память открыта я болгался я болгался или открыто им открыли или дали какие-то знания переходящие до другого я сказал то есть изначально неравные условия созданы для этих вот или там трех людей и по сути вот эта схема эта теория это технология захвата цивилизации конечно да в тех условиях которые цивилизации которых сейчас находится да в тех условиях которые мы вот так говорили именно да при этом мы говорим что это какая-то школа и побеждает сильнейший да и побеждает сильнейший так какая тут школа когда ну не знаю в класс там пятый приводит одноклассника маленького щупленького и все его начинают там долбить да и при этом говорят никто не долбит ну как его же сначала не долбят его вводят потом долги потом кредит ну никто не долбит никакого насилия нет ну хорошо я имею ввиду долбит его подставляют поставляют именно именно ты не забывай ты не забывай что здесь находятся и другие белые ребята просто и более активно себя ведут но они они начали державных условиях и какая же тут учеба в том то и дело учеба что ты хочешь чтобы учеба я на солнышке лежу вся моя учеба но с другой стороны когда тебя там по сути не знаю как это правильно сказать там убивают так мягко говоря да какая же тут учеба получают так смотри смотри на танки эти ребята эти ребята всегда могут прийти на помощь если ты к ним обращаешься если ты по родовой нити обращаешься они связаны где бы они находились память закрыта изначально а я тебе сейчас черт это сейчас с тобой встретился память уже раскрылась я же не серий я же не серий мы с тобой встретились я тебе об этом рассказал домашнее задание не делал вообще вот я же тебе это рассказал значит мы с тобой встретились значит ты уже находишься на равных с ними ты уже обладаешь той информацией которые до этого не обладал а они к тебе лезли они к тебе липли ведь ребята танцующие они тоже где-то к тебе липли да там мы тоже вокруг тебя оказались но сейчас мы здесь все встретились сейчас ты об этом узнал а до этого ты тыркался мыткался в бомбился а до этого сколько примеров других почему все люди попадают в одни и те же ситуации наблюдать надо помнишь высоцкий пел правильные книжки в детстве читал да секунду все попадают в одни и те же ситуации возникают выходные все находят разные возникает вопрос который выпал выпадает вообще сейчас за грань а он крайне важен вот ситуации когда вот эти человечки тянут тебя в ресторан плохое так будет проще в ресторан же это хорошо плохое тяга у тебя возникает два состояния я иду или я не иду для начала всегда а пусть начинается и с ударе суда ну как всегда не сначала он направо пойдешь стекло разобьешь налево пойдешь в глаз получше прямо пойдем в данном случае у него обязательно возникнет сомнение идти с ними или нет он хочет или не хочет ну колебание будет для начала конечно всегда вот так вот это колебание алексей и есть урок и когда ты приходишь в ресторан и тебя накрывает вся вот эта гульба на выходе из ресторана у тебя опять начальная точка я правильно сделали блин что-то начальная точка плюс долг который ты уже продукт продукт можем отдельно звук а не было очень интересно весь смысл игры загнать тебя в долги как это а потом с помощью твоего рода оттяпать матрицы смысл на это да но смысл игры если не называть его не зашел в долг а чтобы ты научился его не брать нас не получать да правильно ну вот мы сегодня зашел ты в долг зашел одну секунду не но я как бы сказал значит значит есть вариант бездолжие есть обязательно вот он здесь присутствует то есть на сегодняшний момент мы видим что алексей задающий вопрос что это нечестная игра сам находится в очень сахарных условиях он играет нечестную игру сам вот что я узнал обратно и правила этой же игры так чтобы этот долг не зала каким образом то них узнал самостоятельно значит видимо что-то существует когда давая нить которая тебя подсказывает есть что-то другое что тебя движет или что-то те тормозит или что-то тебя поправляет значит видимо это рождится на своем до tune при этом я вижу да хорошо я там как бы выкрутился скажем так ну уже все мой народ весь да то в общей массе катится в пропасть при этом и продолжает катиться в чем же здесь урок-то ты рассматриваешься рассматриваешь ты рассматриваешь людей если мы то здесь же ты рассматриваешь рашоле смесисе а остальные все не Aust arax 8 ты рассмотревший словами смерти мы Мы рассматриваем условия, что смерти здесь нет. Давай с этого все-таки начнется. Да, да, хорошо. Поэтому, когда ты говоришь, что мой народ куда-то в пропасть и так далее, ну, во-первых, не весь народ, во-вторых, а есть ли пропасть? Ну, хорошо, пропасти нет, есть захват цивилизации. Захватили, ну что? Что такое миллиард лет для Вселенной? Это вообще ничего. Ты глаз закрыл, глаз открыл, все, пролетело. Но при этом порядок. Ну, а потом, если у тебя есть свой опыт, нужно делиться со своим. А потом ты говоришь, руки наши не для скуки, да? Да. Для любви сердца. Никаких, да, для любви сердца, никаких других, никаких других рук у Бога, кроме наших, нет. Ты здесь что-то узнал, и теперь давайте без фанатизма. Это все разложим по полочкам и применим это в жизни. Не выходить, как свидетели Иеговы, здравствуйте, вы знаете имя Бога. А мы сейчас познакомим вас, верите ли мы? Ну вот, просто, у нас у всех очень неточная терминология, поэтому не всегда картинка складывается. В этом примере, Леша, на свой вопрос ответ же очень простой. Вот эта нить, родовая нить, как в данном случае называется сейчас, это и есть правильный путь. А какой он для тебя правильный? Это уже ты только можешь знать. Кто-то в ресторане всю жизнь, понимаешь? И это для него правильно. Кто-то вообще работает в ресторане, да? Дело в том, что пить в ресторане и валяться под столет тоже необходимо для замысла... Ну, для кого-то. Я ни разу не... Ну, это... Я тоже. И он говорит, да. Но... Но дело в том, вы лишёте... Санки хуру. Это замысел высшего я, этой же терминологии. То есть, кому что исполнять? Надо понимать, что обучение может происходить только тогда, когда есть некое сопротивление, есть какое-то движение, есть что-то такое подвигающее. Вот это надо понимать и знать. Только не будет без сопротивления. Если мы этого не понимаем... Это понятно. Но сопротивление слишком большое. А как ты хотел-то? Значит, это не разложено. Значит, только маленький. Потому что ты от себя добавляешь в эту цепь ещё сопротивление. За тебя его туда никто не добавлял. Ты сам его забавляешь и сам себе затрудняешь путь. От этого тебе кажется, что цивилизация гибнет. А я выректирую не обещал. Я родился в стране, в которой с помощью этого образования делают рабов. В чём тут моя вообще вина? Какого образования? Ты про что? Про то, что вы ходите в первый класс, не делают рабов. Алексей, я отвечу. Алексей, человек всегда, прежде чем прийти куда-то, там ему всё рассказывают, показывают. Мало того, он сам эту программу для себя устанавливает. Ты не мог здесь оказаться в том случае, если бы эта программа тебе противила тому, кто ты есть на самом деле, реальный. Высшее я – это проявление тебя вот здесь, вот через это. Понимаешь? Вот что высшее я. Всё сходит. Поэтому, если ты вдруг сказал бы «нет», ты бы здесь не оказался. Если ты здесь оказался, ты оказался для чего-то и почему-то. Может быть, ты здесь не первый раз уже. Может быть, ты сейчас косяки закрываешь те, которые тогда были. И у тебя на уровне так называемой ещё генетической памяти, не только родовой нити, а ещё и генетической памяти, может быть, у тебя что-то представлено здесь. И ты понимаешь, что в ресторан идти с такими ребятами нехорошо. Да и вообще по ресторанам шляться не наш мир. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!